Вот уже 45 лет сувениры с ненецкой символикой бережно хранит в своей домашней коллекции выдающиеся деятели округа Римма Костина. Каждый сувенир имеет свою историю, потому что связан с каждым днём жизни Риммы Васильевны в Ненецком округе. А история жизни через призму памятных вещей в материале выпуска. Выражение признательности. Именно с такими эмоциями связывает Римма Васильевна самую первую сувенирную продукцию, которую ей подарили по приезду в округ. 45 лет тому назад. Сейчас коллекция насчитывает уже более 70 экспонатов. Как только я приехала, это было в декабре 1971 года, я поступила на работу, меня приняли на работу служить в культуре директором Дома народного творчества. И на одной из первых репетиций Хаяра, я сейчас уже не помню, но мне кто-то подарил вот эту штучку, глаза совы. От возраста она уже немножко выцвела, потому что они были зелёные здесь, бусиночки. Мне очень дорог этот подарок, потому что это было выражение, меня приняли. Откуда только можно, к Римме Васильевне так и плывут в руки различные меховые вещички. Какие-то обладательницы внушительной коллекции покупает сама, но большинство всё-таки получает в дар, и от этого ещё больше ими дорожит. Это мне подарили с Нельмина носа, там дарственная надпись есть на обороте, когда мне было 50 лет. Ну, а мне сейчас 82, и этой картине-то уж 32 года. Конечно, она мне дорога. Чего ни коснись, всё имеет невероятную ценность для её обладательницы. И первое в Ненецком округе украшение, которое было сделано специально для Риммы Васильевны, и огромная сова, как символ любви к стихам северного поэта Александра Ильича Печкова, и работы малышей из дома детского творчества. Каждая, даже самая маленькая вещица – частичка путешествия по просторам Крайнего Севера. Я горжусь, что я в Арктике живу, и не устаю нигде говорить, что у нас особые условия и особые люди. А вы знаете, когда вот в Союзе пенсионеров я уже давно, и если мне представляется возможность где-то выступить за круглым столом или где-то чего-то, я всегда начинаю со слов «Ань, дорогая». Любовь Риммы Васильевны к округу чувствуется не только в её коллекции меховых сувениров и книг ненецких писателей, которые имеют отдельную полку в её огромной библиотеке. Самое явное – в слезах и в дрожи голоса при произнесении слов «Ненецкий округ». Елена Семёнычева, Александр Дуркин, Телеканал Север.